Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на начале новой недели. Как и всегда, мы на финансовых площадках разбираем события фундаментального характера и то, как они влияют на динамику финансовых инструментов. Сегодня мы подводим итоги пятничных non-farm perils, статистики по американскому рынку труда, важной статистики для Федрезерва, который сейчас помышляет снова начать корректировать процентные ставки. В данном случае мы, разумеется, уже не говорим об ужесточении, допускаем то, что ФРС встанет на тропу проявления мягкой экономической политики, то есть будет снижать процентные ставки. Ну и, разумеется, на фоне таких разговоров у доллара, на мой взгляд, и я думаю, что не только на мой, вырисовываются довольно подсказуемые перспективы снижения. Движение только в одном направлении – это ослабление курса. Мы, в принципе, это сейчас вдоль всего широкого рынка и наблюдаем. Друзья, сегодня, как и всегда, в 16.30 по московскому времени состоится вебинар «Правильный понедельник». Если вас интересует более детальная оценка всех фундаментальных факторов, более четкое понимание фундаментального воздействия на инструменты в рамках прошлой недели и того, что может произойти с активами в ходе предстоящих пяти полноценных торговых сессий, тогда найдите, пожалуйста, время, присоединитесь сегодня к эфиру. Также, безусловно, если у вас будут вопросы, вы сможете их задать, я попробую ответить. И не забывайте, конечно же, подписываться, друзья, на наш канал на YouTube. То есть нужно подписаться, чтобы быть в курсе всего видеоконтента, который мы туда добавляем. Так вы точно не пропустите ни одного видеоматериала. Друзья, давайте начнем с рынка нефти. Как и всегда, 63.68. Мы пока что бездействуем. Это хорошо, потому что мы сделали цель. Наверное, адекватно оценили, что при наличии соответствующего фона очень быстро вниз мы не уйдем. Скорее всего, будет какая-то коррекция. В принципе, она была развита. Не нужно расстраиваться. То, что мы не смогли заработать на краткосрочном отскоке. Ничего страшного. Мы продолжаем искать уровни. Я вот сейчас считаю, что можно попробовать снова продать нефтянку. В том случае, если бренд восстановится к уровню 64.70. То есть там можно разместить отложку sell limit. Почему котировки растут? Ну, скорее всего, это и технический фактор. Если говорить про рост все-таки пятницы, можно сюда добавить еще и фундаментальную составляющую. Как вы знаете, очень сильно смягчилась позиция США в отношении Мексики. Фактически, речь идет о том, что мы можем опустить тему мексиканских тарифов. До них дело не дойдет, потому что переговоры идут на конструктивном русле. И, скорее всего, в принципе, разрешатся в пользу соглашений торгового. И, в принципе, уже можно говорить, что такое есть. Хотя по содержанию новостных сводок нужно еще проверить на других источниках. Я привык, опять же, анализировать данные и говорить о чем-то конкретном, если есть подтверждения с разных средств массовой информации. Также участники рынка почему-то считают, что страны ОПЕК продлят действия энергетического пакта на второе полугодие. Я пока все-таки не стал торопиться с такими выводами, потому что еще очень рано говорить об этом. Впереди у нас, друзья, запасы нефти в Штатах на протяжении последних трех недель. Мы видим, как своего рода нонсенс увеличение запасов с учетом сезонных факторов. То есть в сезон, когда запасы должны снижаться, запасы растут. Это оказывает поддержку, в принципе, продавцам. И мы видели то, что во вторник, когда участники рынка начинают готовиться к этому отчету, то есть к отчету среды, в среду, когда выходят данные, действительно котировки очень сильно снижаются. Ну, посмотрим. Если вы продолжаете держать короткие позиции, то, в принципе, есть ставка, надежда на то, что в среду, в случае подтверждения тенденции увеличения запасов, котировки снова пойдут вниз. Ну, а в целом, я пока что, еще раз повторюсь, действовать по нефтянке не мотивирую вас. Все-таки лучше дождаться еще большего восстановления и, наверное, с большей уверенностью уже ставить на дальнейшее снижение, потому что риски и опасения за перспективы мирового экономического роста никуда не деваются. Доллар и иена, друзья, мы протестировали поддержку 108, 107,87. Это локальный минимум. Сейчас восстановление идет по на паре 108,64 мы наблюдаем. Я рекомендую сохранять все короткие позиции, потому что пятничный отчет по Non-Farm Perils стал еще одним, может быть, даже решающим доказательством того, что американская экономика уже фактически в рецессии, который ей, на мой взгляд, ранее был не именовать. И сейчас мы, в принципе, просто говорим о том, что она оказалась в ситуации, которая была предсказуемой. 75 тысяч новых рабочих мест в то время, как прогноз, точнее, в прошлый раз мы видели 224 тысячи. Средняя почасовая заработная плата снизилась на 0,1%. Это тревожный сигнал, потому что на фоне снижения темпов роста заработных плат, разумеется, еще большее давление будет оказано на показатели инфляции. Если, скажем, в начале 2019 года мы могли уповать на холодную погоду, на проблемы, связанные с приостановкой работы правительства, то есть это, конечно же, влияет на динамику роста новых рабочих мест, то сейчас уже мы понимаем, что слабый отчет отражает в целом слабую экономическую конъюнтуру. Два очень слабых релиза за последние 4 месяца. Это доказательство, друзья, того, что Штаты серьезно потеряли темпы экономического восстановления, и, возможно, этот спад будет продолжен и дальше. На этой неделе у нас данные по инфляции и ироничным продажам. Я жду негатива для доллара и еще большего снижения американской валюты, то есть в паре с долларом и иеной. Это повторный тест отметки 108. Евро против доллара 1.1308. Я предлагаю сделку, друзья, селл-стоп с уровнем 1.1290. Почему я абсолютно уверен, что евро может очень сильно сходить вниз? Потому что у нас есть мощный фундамент по евро. Часто в комментариях спрашивают, если доллар снижается, почему евро должен тоже падать? Вы не забывайте, что рассматривая динамику валютных пар, безусловно, нужно ориентироваться на фундаментальный фон обоих инструментов. Если бы сейчас по евро было бы все более-менее спокойно, я бы, пожалуй, использовал фактор снижения доллара для того, чтобы купить европейскую валюту. Но поскольку сейчас мы говорим о бюджетном кризисе в Италии, говорим о том, что Европейский центральный банк будет и дальше смягчать экономическую политику и, возможно, снизить процентные ставки, я считаю, что евро на таких ожиданиях, конечно же, будет терять. Поэтому со сделкой, в принципе, понятно. Подробности того, как обстоят дела с Италией, отношения с еврокомиссией, я буду держать вас дальше по ходу недели. Доллар канадец 1.3274. Сейчас прямо даже можно разместить две отложки, на мой взгляд. Это buy-stop с уровня 1.3320, либо дождаться еще коррекции и покупать пару с уровня 1.3250. На прошлой неделе, в пятницу, рынок труда поддержали данные по... Точнее, канадцы поддержали данные по рынку труда. Уровень безработицы снился с 5.7% до 5.4%. Но, друзья, нужно чуть разобраться в этом отчете. И вы поймете, что как такового позитива нет, потому что снижение, опять же, уровня безработицы произошло за счет сокращения очень резкого доли экономически активного населения. Это нездоровый фактор улучшения ситуации на рынке труда. Поэтому опираться на него не будем. Я считаю, что для канадца определяющими по-прежнему будут перспективы смущения экономической политики и возможное возобновление снижения цен на нефть. Вот поэтому и рассматривают длинные позиции. По австралиицу 0.6968. Мы ждем данные по рынку труда и ждем давление снова на австралийский доллар. По фунту 1.2709 сейчас котировки. Сделку также предлагают стоп с уровня 1.2690. Завтра данные по рынку труда. И уверен, в ходе этого отчета мы зафиксируем с вами еще одно снижение темпов роста заработных плат, что поставит крест на перспективу ужесточения монетарной политики. Еще добавим сюда тему Brexit. И понятно, что подоснование снижения фунта есть. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.